Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня вас ждёт очень интересный и познавательный подкаст. Сегодня мы разберёмся с темой, которая многих из вас пугает, а многих, наоборот, вызывает восхищение, что сегодня так много различных добавок, пищевых добавок, биологически активных добавок и витаминов. Но ведь только, я не знаю, слепой и глухой сегодня не слышал про то, что нужно принимать витамины. И вам с разных сторон по телевизору, в интернете, в любых СМИ, в любых гаджетах постоянно рекламируют или рекомендуют принимать те или иные витамины. Так ли нужны биологически активные добавки, так ли нужны витамины для поддержания вашего здоровья? Или всё-таки можно поесть какие-то продукты, особенно летом, когда мы снимаем данный подкаст, там петрушку, укропчик, какие-то ягоды, и вообще не надо принимать никакие добавки. Сегодня мы разберёмся в этой теме. Сегодня вам расскажут потрясающие специалисты в своей области, дадут все рекомендации, поделятся своим мнением о том, так ли действительно нужны биологически активные добавки для вашего здоровья, красоты, молодости, активного долголетия, пищеварения и потенции. Сегодня с нами потрясающий коллектив специалистов. С вашего позволения я представлю наших сегодняшних специалистов. Сегодня с нами Ольга Стойко, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, автор онлайн-курса по снижению давления. Павел Дементьев, врач-гастроэнтеролог, создатель онлайн-школы «Жизнь без боли в животе». И также Павел создал уникальную пищевую добавку «Псилиум» Павла Дементьева. С нами сегодня Вероника Рахимова, врач-невролог, остеопат, основатель и руководитель Центра красоты и здоровья «Лукреция». Также Вероника – потрясающая многодетная мама, которая забеременела после диагноза бесплодия. Сегодня она обязательно про это нам расскажет, как это получилось. С нами сегодня Маргарита Россова, врач-невролог, автор онлайн-школы по лечению головной боли и хронической усталости, эксперт федеральных СМИ. Анна Белямова, врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии, кандидат медицинских наук, эксперт по лечению синдрома сухого глаза. Также с вами Ольга Придухина. Друзья мои, дорогие зрители, я напоминаю, что всех, кого вы сегодня и всегда видите в наших подкастах, это все врачи, дипломированные специалисты. Они не просто имеют какие-то трёхмесячные сертификаты, у них дипломы, сертификаты государственного образца, и они имеют право вести медицинскую деятельность на территории Российской Федерации. Это важно. Поэтому к мнению наших специалистов я рекомендую прислушиваться. Это не просто какие-то псевдоспециалисты, это дипломированные врачи, имеющие огромный опыт работы, работающие как в государственных, так и в частных учреждениях, и многие из них консультирующие онлайн. Поэтому все на ежедневной основе помогают пациентам становиться лучше, более молодо, здоровее, красивее, и действительно делают этот мир лучше в прямом смысле этого слова. Поэтому к их мнению нужно прислушиваться. Поэтому вы не переключайтесь, смотрите сегодняшний подкаст, потому что как много врачей абсолютно разных специальностей пришли сегодня поделиться своим мнением. Я честно не знаю, за БАДы наши врачи или против БАДов. Сегодня мы вместе с вами обязательно об этом узнаем. Также все врачи являются участниками Клуба успешных врачей. Поэтому мнению, как я уже повторю, говорила, да, и повторюсь, наших участников нужно прислушиваться и их рекомендациям доверять. Это очень важно. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Восстанавливает потенцию, улучшает качество сперматозоидов, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, улучшает качество жизни и, конечно же, повышает тестостерон. В своём составе содержит цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и её химбина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие с первых дней приёма. Абсолютно натуральный состав. Мы прошли все проверки и зарекомендовали себя среди многих мужчин. Ссылка будет в описании под этим видео. Заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект. Ну что, друзья, тема всегда очень волнующая, поэтому передаю слово нашему любимому кардиологу. Ольга, здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Действительно, тема очень актуальная, потому что сейчас, как мне сказали коллеги на работе, любой человек, который занимается своим здоровьем, принимает биологически активную добавку, какую-либо биологически активную добавку. После 45 лет. И я проводила опрос, социальный опрос такой для себя. Действительно, это так. За добавки я либо против? Ну, конечно же, я за витамины, я за добавки, но с умом. С умом. Не так, когда ты ешь горстями, заменяя, например, сидишь на определённой диете, не ешь обычную еду, при этом формируются дефициты, и ты эти дефициты восполняешь добавками. Конечно же, я за то, чтобы человек принимал витамины, микроэлементы, получал из питания. Но есть определённые состояния, и я сегодня об этом расскажу, в организме человека есть определённые заболевания, есть определённые состояния, которые приводят к А-витаминозу либо к гиповитаминозу определённых витаминов и микроэлементов. Конечно, в таких ситуациях невозможно без нутриентов, без микронутриентов, макронутриентов и без витаминов невозможно обойтись. Какие же это могут быть состояния? Конечно, А-витаминоз, отсутствие одного либо нескольких витаминов в организме, либо гиповитаминоз, снижение определённого уровня витамина либо микроэлементов в организме, он встречается сейчас очень редко, потому что наша пищевая промышленность, она на пике, и чего только у наши магазины нам не предлагают, с доставкой надо. Ну и вместе с тем, гиповитаминоз может быть первичный из-за несбалансированной диеты либо при голодании. Такие девочки у нас встречаются у врачей, когда девочка с ростом 170 сантиметров и масса тела 44 килограмма. И, между прочим, у данной девочки будет высокий уровень холестерина. За счёт чего? За счёт того, что вырабатывается, ну, нужно, да, дефицит массы тела, потому что она, ну, вот такой образ жизни она ведёт, она решила похудеть, её это устраивает. Мы сейчас не будем обсуждать, как бы тут психические, да, сторону психологическую, да, но с физиологической точки зрения, конечно, она находится в дефиците. И, конечно же, она будет принимать, раз она голодает, различные витамины, микроэлементы, потому что, почему это? Потому что у неё будет недостаток этих витаминов. Холестерин может быть даже высоким, чтобы покрыть вот этот недостаток гормонального фона, в том числе, потому что из холестерина гормоны, в том числе, вырабатываются. Вот. Но это при первичном гиповитаминозе. Но бывает и вторичность гиповитаминоз, то есть снижение определённых витаминов в организме при определённых состояниях. Например, при беременности, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при хронической сердечной недостаточности, сегодня я остановлюсь на этом, и также после операций каких-либо определённых на желудочно-кишечном тракте в том числе, и на фоне хронеостресса, на фоне постоянного стресса, мы знаем, что часто дефицит магния бывает у человека. Кроме этого, мы живём в огромной стране, где очень часто бывает, ну, в некоторых районах нашей страны есть дефицит солнышка, и, соответственно, люди входят с недостаточностью витамина D в организме. И самое интересное, недавно по одному из федеральных каналов я смотрела программу про БАДы и витамины, и услышала оттуда новость о том, что, оказывается, в Дубае тоже люди страдают дефицитом либо недостатком витамина D. Почему? Потому что они не бывают на солнышке, там очень жарко, они весь день проводят в здании под кондиционерами, соответственно, там, где много солнца, вроде бы, ну, плюс человек защищается различными кремами солнцезащитными, с СПФ, соответственно, недополучает витамина D. И, конечно же, при беременности мы все знаем, особенно девочки, кто был беремен, женщины, что каждый сталкивается с дефицитом железа во время беременности, да, и мы прописываем, врачи прописывают, гинекологи прописывают, принимать препараты железа, либо это в витаминах, либо прям лекарственные препараты железа назначаются. Витамин D, да, вот, как я уже затронула, тоже часто дефицит витамина D встречается в нашей стране, но, опять же, он должен быть лабораторно подтвержден, как и дефицит железа, как и дефицит витамина D, как и дефицит фолиевой кислоты, B12, вот это часто магния, да, вот это чаще всего, вот на моей практике чаще всего встречаются данные дефициты. И необходимо лабораторно это подтвердить. Что касается моей категории пациентов, пациентов с хронической сердечной недостаточностью, было такое проведено канадское исследование с включением 12 тысяч, чуть более 12 тысяч пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Что такое ХСН с сердечной недостаточностью? Это когда наше сердце плохо качает кровь по организму. Функция эта снижена в два раза. Соответственно, возникают у человека отеки, причем отеки не только наружные, да, ног, например, живота, асцит появляется, но внутренние отеки, в том числе и отек кишечника. И нарушается функция всасывания у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, функция всасывания в кишечнике. И, соответственно, развивается синдром малиабсорбции. И человек вроде бы с ХСН, вроде бы, может быть, даже с ожирением, с лишним весом, но находится в дефиците по железу, по витамину В12 и по фолиевой кислоте. Так вот в этом канадском исследовании у больных с ХСН 12 тысяч выборку сделали и посмотрели. Оказалось, у 58% людей среди 12 тысяч был дефицит железа. У 27% людей с ХСН был дефицит витамина В12, у 8% дефицит фолиевой кислоты. Также у данных пациентов возникают дефициты на фоне снижения функции почек, потому что при сердечной достаточности перфузия кровоснабжения почек снижается, снижается выработка эритропоэтина, а это вещество, которое также отвечает за наше железо в организме. И ты хоть... Ну и плюс подсоединяется сюда нарушение всасывания в кишечнике. И ты хоть доешься этой свеклы, этой ваграната, мяса, печени, значит, в таблетках железа. Железо не поднимется, пока не прокапаешь внутривенно. То есть мы таких пациентов лечим именно внутривенными инъекциями. Жалко, кстати, у нас нет гематолога, сегодня он бы рассказал. Что человек может испытывать при дефиците железа? Вот я сейчас рассказала, да, в основном, да, вот такой диагностик, в лабораторной диагностике, да, понятно, что нужно сдавать анализы крови, любой рекомендации врача. На что может человек обратить внимание? Что может быть? Это при дефицитах Д, а также при дефиците железа, B12 полевой кислоты, это не специфические симптомы. Может быть слабость, повышенная утомляемость, головокружение, бледность кожных покровов, может снижаться память в том числе, могут появиться депрессивные состояния, сердцебиение компенсаторно возникает, учащенное у человека, а также при B12 дефиците могут быть боли в области сердца, вот здесь, и человек может думать, что у него инфаркт, либо прединфарктное состояние, на самом деле, это дефицит витаминов, особенно если это человек с ХСН, я опять же напоминаю, с кардиологически больной, а чаще всего это зрелые пациенты. Конечно же, если взять пациента, который у человека, пусть он не будет еще нашим пациентом, которому там 35 лет, ну, у женщины чаще всего сталкиваются менструирующие с дефицитом железа, а также с дефицитом витамина Д, и магния, да, мужчины, в принципе, в принципе, вот я, ну, наверное, редко они обращаются, редко жалуются, я не вижу, чтобы мужчины сталкивались с этим, но у женщин очень часто дефицит железа бывает на фоне менструации. Ну, и мы помним, что если возникло кардиологическое заболевание, которое перетекло в сердечную недостаточность, соответственно, важно обследоваться в том числе не только на холестерин, сахар, на триуретический пептид, но и на витамины, дефицит витаминов. Кроме этого, в одной статье, я сейчас, к сожалению, я ее не нашла, не успела найти к подкасту, тоже рассматривалась группа пациентов с сердечной недостаточностью, и выявляли и дефицит цинка, и дефицит селена, то есть вроде бы пациент даже тучный, ест углеводов много, всего много, может и мясо есть, и белок есть, а, соответственно, дефициты встречаются, и я очень рада, что наша доказательная кардиология сейчас развернулась в сторону микро- и макронутриентов, и сейчас действительно у нас записываются с профессорой лекции, поднимаются эти темы по поводу дефицитных состояний у тяжелокардиологических больных, потому что это есть, это нарушает качество жизни человека, восполнив дефициты, качество жизни меняется в лучшую сторону, реже беспокоят боли в сердце, человек лучше уменьшается одышка, он начинает лучше себя чувствовать, поэтому здесь, дорогие мои, вам важно быть настороженным в этом плане, поэтому я не скажу, что там я за, либо я против, я за факты, сдаем анализы, не нужно весь спектр, конечно, сдавать, там 105 анализов, есть определенные, мы знаем, что есть определенный список там витаминов, либо микроэлементов, макроэлементов, которые нужно проверить, иногда даже, кстати, без анализов, человек ко мне приходит в кабинет, и уже я сразу вижу, да, вот по хабритусу, как говорится, что у человека может быть, иногда мне обижаются пациенты, да, почему вы так вот не посмотрели мои УЗИ, мое ЭКГ, да, дорогой мой, ну, как бы опыт, как говорится, не пропьешь уже столько лет в этой сфере, и даже по тому, по походке, как человек заходит в кабинет, как он садится, я уже в голове знаю его диагноз, я думаю, каждый врач, который здесь сидит, также, да, который попрактиковался уже так лет пять, со мной согласится, что иногда и в анализы не нужно заглядывать, все и так видно в принципе, но это действительно вот это врачевание, врачебное искусство, практическая работа, она накладывает след положительный, поэтому к витаминам, к БАДам нужно подходить с умом, нужно обследоваться, не принимать горстями, конечно же, пробовать восполнять дефициты питанием, если ты здоровый человек, если у тебя нет хрониозаболеваний каких-то, если есть хронические заболевания, скорее всего, кроме лекарственных препаратов, которые будут стабилизировать твое заболевание, приводить это заболевание в ремиссию, скорее всего, дополнительно нужно, либо можно будет принимать какие-то витамины, либо БАДы, но опять же, выбираем качественные, выбираем то, что рекомендует доктор. Чаще всего витамины и БАДы я прописываю в рекомендациях по питанию, потому что это относится к питанию. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Ольга. Павел, вы как гастроэнтеролог, как вообще относитесь к витаминам, микроэлементам, потому что, ну, в БАДам в целом, потому что знаю, что многие гастроэнтерологи переживают за состояние желудочно-кишечного тракта, особенно когда вот, я, ну, опять же, называю псевдоспециалисты, назначают вот горстями действительно те или иные препараты. Ну, да, есть даже такая шутка, что вот вам список БАДов и сразу номер телефона врача, который трансплантолог, который будет вам пересаживать печень. Ну, это такая шутка, конечно. Я что вижу, вот я много смотрю, изучаю, смотрю на своих коллег, и я вижу, что врачи разделись, вот делятся на две большие категории. Одни врачи доказательной медицины, строго по клинической рекомендациям, шаг лево, шаг право, и все, вы уже глупый, да, человек. И вторая – это так называемая сейчас интегративная медицина, врачи интегративной медицины, которые наоборот, что говорят, что нет, фарминдустрия на вас наживается, ни в коем случае не надо принимать никакие таблетки, мы вас там спортом и пищевыми добавками, разными их комбинациями, будем регулировать все системы. Я не против интегративной медицины, просто ее немножко извратили, да, что такое интегративная медицина. То есть это значит, что врач рассматривает больного как целое, не одно заболевание, как кардиолог лечит только гипертонию, а он еще и посмотрит, у человека голова болит, так вот сказала Ольга, что и железо прокапывают ему, то есть это вот комплексный подход, в том числе и подкорректируют питание, и то же самое расскажут про здоровый образ жизни и вредные привычки. Это называется интегративный подход. Это ни в коем случае только БАДы. Но, к сожалению, индустрия так развернулась, что теперь считается, что интегративщики – это только БАДы, а Докмет – это только клинические рекомендации. Я всегда за золотую середину. То есть я назначаю БАДы. Причем у меня, вот я создатель пищевой добавки Псилиум, я Псилиум назначаю часто. То есть я назначаю, если человек приходит ко мне с запором, я назначаю ему Псилиум. Если он пришел с диареей, я опять же назначаю ему Псилиум. Причем люди уже смотрят мои видео и говорят, что он уже от запора, зачем мне Псилиум? Он и там, и там работает. У человека есть индустрия живота, проблемы с пищеварением, опять же я ему назначаю Псилиум. То есть вот я уже назначаю. Причем облочку семян подорожника овалиум назначают все гастроэнтрологи во всем мире. То есть получается, это пищевая добавка, которой прошли клинические исследования на пищевую добавку и доказана ее эффективность. Получается, это уже как не препарат. Для того, чтобы понять, как делятся БАДы, пищевые добавки, есть истинные пищевые добавки, то есть их принимают все люди во всем мире. Это вот те ешки, которые есть в колбасах, сосисках, Е, натрий. Это все тоже считается пищевой добавкой. То есть усилители вкуса, глутаматы, это тоже пищевая добавка, их употребляют все люди. Ну, то есть, да, какие-то только растители, что-то влияет, что-то не влияет, какие-то опасные. То есть мы в них еще, ну, скажем так, не все в них разбираются, но я лично, когда иду в магазин, я всегда смотрю состав. Если там больше 4 Е, я этот продукт брать не буду. Ну, просто не буду, потому что у меня такой стереотип, что у нас в медицине считается, что если назначаешь 5 и более препаратов, то обязательно эти препараты должен посмотреть клинический фармаколог для того, чтобы оценить их взаимодействие. Поэтому я, когда насчитываю 4 Е, я говорю, о, все, хватит. Если 5-6, я уже не беру. Все, мне хватит пищевых добавок. Так, ну, другие БАДы, да, биологически активные добавки, они делятся на две большие группы. Они делятся на нутрицептики и парафармацевтики. То есть это для чего вообще придуманы вот эти вот биологически активные добавки или пищевые добавки, как вот мы усилием, они придуманы, как, во-первых, для восполнения дефицитов и, во-вторых, это восполнение тех микроэлементов, которых у вас не будет в вашей пище. И главное, что при приеме этих веществ, да, БАДов, не должно быть... Чем они отличаются от лекарств? Не должно быть фармакологического действия. То есть если у БАДа или пищевой добавки есть именно фармакологическое действие, то это уже не БАД, это уже лекарство. И, кроме того, должно быть отсутствие побочных эффектов. То есть если есть побочный эффект, то это, опять же, опасная пищевая добавка, которая использоваться не должна. То есть прием БАДов, он зависит от того, какую цель вы преследуете. Если вы преследуете цель просто что-то попить, ну, спорный момент, я как бы использую такой момент, потому что после зимы, как обычно, мы мало едим зеленых овощей, фруктов, есть средневитаминов, я пью поливитамины. То есть не буду рекламировать никакие, то есть кому интересно, как что пью я, записывайтесь на консультацию, я скажу вам, что лично я принимаю. То есть поливитамины я использую. Да, кто-то говорит, что, опять же, 5 веществ, а там поливитамины, но как они будут между собой взаимодействовать, никто не знает. Но что-то точно всосется, и как-то это будет, как-то они отреагируют, организм как-то отреагирует. Так, ну, цели БАДы, да, то есть это восполнение элементов, которых нету в нашем обычном рационе. Это возможно уменьшение калорийности, то есть съедая некоторые БАДы, мы просто меньше будем есть. Например, тот же псиллиум, если употреблять его за полчаса до еды, то на обед или на ужин съешь, ну, немножко меньше, да, то есть получается, калораж пищи уменьшается. Удовлетворение потребностей в каких-то микроэлементах каких, ну, опять же, это нужно разбираться, о каких микроэлементах. Плюс повышение устойчивости под действием внешних факторов среды. Ну, например, это часто используют женшень или утракок для поднятия иммунитета, для лечения хронической усталости, повышения способности. Также есть БАДы, которые регулируют метаболизм. Например, брусничный лист, да, то есть все предоставите, всем рекомендуют брусничный лист попить, то есть это тоже может сноситься к пищевым БАДам, то есть какой эффект? Мочегонный эффект преследует. Ну, и много-много других, то есть регулируют. То есть, но надо следует помнить, что все-таки это добавка к пище, то есть это не лекарство. Если мы хотим вылечить какое-то хроническое заболевание или острое заболевание, то не получится. То есть, ну, это вот так есть, то есть так не получается. Есть много БАДов, которые не имеют никакого эффекта. То есть, ну, например, не знаю, можно говорить куркумин, например. Очень много есть исследований, то есть в Америке один доктор его продвигал, сделал больше тысячи исследований на то, что его можно принимать, то, что он влияет на многие системы. Но сейчас проведет следствие на то, что это было подкуплено. То есть он получал деньги за то, что рекламировал эту пищевую добавку. А все клинические исследования, которые есть на ПАБ-мете, можно, я постоянно их читаю, я, на самом деле, прочитал больше сотни этих исследований на ПАБ-мете, и там нет ни одного, нет такой формулировки, что вот принимайте, и 100% это окажет какой-то положительный эффект. Все выводы, что говорят такое, что он оказывает какое-то положительное влияние, но какое следует дообследовать. То есть так можно отнести к любой пищевой добавке, даже к абрикосу, можно тоже сам сказать, или черносливу, да. То есть чернослив тоже у нас оказывает какое-то положительное влияние, и это дополнительный источник клетчатки. Прекрасный вариант. Так, ну, поэтому все очень индивидуально, и с каждым нужно разбираться. На моей практике, то есть я говорю, что я назначаю, то есть я, в принципе, разбираюсь. И бывает такое, что к мне приходит человек, то есть чаще всего с гастритом, то есть он думает, что у него гастрит, болит живот, вздутие, и врачи не помогают, постоянно лечат его ингибиторы патонной помпы, висмутом, препаратами висмута. То есть и одно и то же, одно и то же, и он начинает искать, то есть особенно если у него атрофический гастрит или аутоиммунный гастрит, и появилось много пищевых добавок, которые прям пишут, мы вам поможем при атрофическом или при аутоиммунном атрофическом гастрите. Он начинает принимать, и ему становится легче. Ну, да, я знаю, что эффекта нету, что именно эта пищевая добавка, которую он принимает, эффекта нет. Я ему намекну, человеку, что скорее всего, эффект это плацебо, вы просто сами себе придумали, но отменять я его не буду по одной простой причине, что если это работает и помогает, и не оказывает негативного влияния на организм, то отменять это не надо. Поэтому если вы что-то принимаете, и вам это прям хорошо помогает, то не слушайте никого, лучше все-таки продолжить. Да, ну, опять же, помним о том, что печень у нас обладает дезинтоксикационной функцией, и необходимо, если вы принимаете любые, даже лекарства или БАДы, хотя бы раз в 6 месяцев сдавать печеночные маркеры, ну, банально, АЛТ, СТ, билирубин. И чтобы смотреть, то есть оказывают ли негативное влияние эти пищевые добавки или не оказывают. Да, Павел, спасибо большое. Действительно, очень интересно ваше мнение в данном вопросе. Вероника, здравствуйте, передаю вам слово, как вы относитесь к назначению витаминов и биологически активных добавок. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, коллеги, все, кто нас смотрит. Рада вас приветствовать. Я врач-невролог, остеопация, стажем работы более 18 лет. И я как раз отношусь к тому лагерю врачей, которые за применение нутриентов, БАДов и различных добавок. Но также подчеркну, что с учетом своего практического опыта, врачебного и жизненного опыта имеются некоторые особенности для назначения и внедрения этих препаратов. Во всем важен баланс. Также важно применять БАДы, витамины и правильно их сочетать, принимать их в правильное время, запивать качественной и правильной водой. Это тоже имеет важное значение. И важно помнить о том, что это не панацея и это только один из инструментов для помощи организму. Важно всегда делать скрининг организма и, соответственно, подбирать индивидуально, что необходимо в данный момент времени. Так как я врач-невролог и начинала свою практическую деятельность в стационаре и в реанимации с неврологическими нозологиями широкой классификации, часто у пациентов выявлялись различные недостатки в качестве различных недостатки витаминов, микроэлементов, в частности, относящихся к витаминам, которые необходимы для нервной системы. Поэтому я сегодня больше хочу посвятить этой части проблеме о том, что такие группы витаминов, как группа В, которые являются К-факторами многих ферментативных реакций, которые участвуют в синтезе и в транспорте нейромедиаторов, они участвуют в милинизации нервных волокон и головного мозга. То есть и плюс витамины с антиоксидативными свойствами, такие как витамин Е и С, тоже очень важны для организма и жизнедеятельности, и в частности для нервной системы. Уже ни в одном исследовании доказано, что оксидативный стресс влияет на развитие многих дегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера. Поэтому важно мониторить, отслеживать, какое количество этих микроэлементов и витаминов есть в организме. В последнее время я работаю больше как врач-эстеопат и ко мне приходят с жалобами, например, на чувство слабости, утомляемости, отсутствие энергии, раздражения и снижение работоспособности. И я за персенофилицированный подход, то есть интегративная медицина имеет место быть, что нужно обязательно учитывать все аномнистические данные, органическую патологию и отсеивать, так скажем, через вот это модное понятие псевдоспециалистов и психосоматику исключать и смотреть, какие показатели нужно сдавать, потому что зачастую в лабораториях тоже дают различные тикапы, очень расширенные, но не всегда человеку в конкретной ситуации нужно проходить полный спектр обследования, поэтому я очень тщательно всегда на консультациях онлайн и на личном приеме провожу беседу, осмотр и мы выявляем, что, как человек потребляет еду, какую именно в каком количестве, какую воду потребляет, какие привычки, какие мысли, потому что все имеет значение, как часто бывает на солнце, о чем он думает, то есть комплексно подходим к появлению тех или иных отклонений в организме, чтобы составить индивидуальную программу. Так вот, оксидативный стресс в организме он часто приводит к нарушениям в организме и процессам запуска демилинизации, в частности, когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. Также очень много пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции тоже отметили, что у них снижение когнитивной функции и направляя таких пациентов на обследование тоже было много подтвержденных данных о том, что у них произошли изменения и смещение перекоса по витаминам группы В, витаминам группы С, Е. Также важно было отметить, что у некоторых было нарушение в показателях магния, потому что магний тоже участвует в преобразовании витамина группы В, и соответственно влияет также на когнитивные функции в организме. Также очень интересно то, что эта же ситуация привела к тому, что люди задумались о том, как они живут, что они едят, что нужно внедрять в свою жизнь правильные привычки, здоровый образ жизни, правильно мыслить, заниматься физической активностью, но случился некий тоже перекос, который тоже дал некие результаты, как говорится, не было бы добра, дохода помогло, и в обратную сторону тоже работает. очень много пациентов, которые так увлеклись здоровым образом жизни, что стали погружаться больше вегетарианства, исключать из рациона, потреблять совсем рыбу, мясо, то есть пошли перекосы по питанию, поэтому я еще раз всегда подчеркиваю для пациентов, что важен баланс, баланс в организме должен быть как употребляемой пищи, так и употребляемых макро-микро-нутриентов и БАДов. Также очень важно подчеркивать всегда, что в организме должна быть чистота, да, вот гастроэнтерологи всегда подтверждают это о том, что если в кишечнике проблема, то многие препараты, в том числе, да, витамины, БАДы, они не будут правильно и качественно усваиваться организмом и, соответственно, не приносить должного результата. Поэтому прежде чем назначать какие-то препараты, БАДы, микроэлементы, всегда важно навести порядок в организме, детокс некий, да, я очень поддерживаю, люблю и сама практикую различные методы голодания, очищения и после делать скрининг, делать скрининг, обследование, да, в крови тех микроэлементов, которые нужно дополнить, возможно, либо с питанием, либо путем внедрения их через потребление БАДов, микроэлементов. Интересно, я расскажу, что вот недавно была на конференции буквально несколько дней назад международный итальянский профессор как раз транслировал новый метод, который еще только вот будет внедряться, я надеюсь, в том числе и в России, методы диагностики, оценки состояния организма, какие микроэнукронутриенты и БАДы нужно внедрять, это путем определения в слюне, то есть это индивидуальный метод, который определяет состояние ПАШ, редокс-системы и вот в данный момент времени, что конкретному человеку требуется для того, чтобы скорректировать баланс в организме. Вот, очень интересный метод исследования, я была сама тоже подопытным, вот, и было участвовать в этом процессе интересно, диагноз был, что я здорова, необходимо сбалансировать ПАШ, вот, но про ПАШ мы знаем, это тоже про питание, да, ну, возможно, и подготовку, поэтому всегда, когда я рекомендую пациентам какое-либо из видов обследования, я рекомендую накануне исключить физические нагрузки, исключить даже активный там секс, потому что приравнивается к физическим нагрузкам, исключить алкоголь, правильно подготовиться к обследованию, выспаться обязательно, потому что показатели могут давать неверные, недостоверные данные, вот, поэтому я хочу подчеркнуть, что витамины группы В и антиоксиданты С и Е важны в частности для нервной системы, чтобы не было когнитивных нарушений и, соответственно, чтобы жить долго и здорово и в памяти жизни, вот, потому что антиоксиданты очень важны, они преобразовывают определенные цепочки в организме, да, биохимические и, соответственно, положительно сказываются на организме, вот, и также хочу подчеркнуть о том, что важен комплексный подход к организму, да, не бывает так, что только потребляя витамины можно сбалансировать все в организме, важно исследовать все органы, все системы и внедрять постепенно все необходимые рекомендации докторов. Вероника, спасибо большое, действительно очень важен комплексный подход и здесь, на мой взгляд, есть проблема в том, что многие сами себе назначают те или иные добавки. Увидели, ой, все, мне надо попить, сами назначили, что-то не понравилось, сами себе отменили, или пьем горстями, и эта проблема на сегодняшний день у врачей очень серьезная. Маргарита. Да, я приветствую уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Хотелось бы вернуться к истории, откуда же все-таки эти биологические добавки к нам пришли, и я хочу сказать, что люди лечились практически все существование человечества природными материалами, так сказать. Травку нашел, травник заварил, дал, вот у тебя это болит, возьми травки, попей. коры там какой-нибудь оторвал от дуба, от оси, да, вот погоди, и у тебя и зуб пройдет. И китайская медицина, она основана, традиционная китайская медицина, основана в основном на природных материалах, так сказать. И раньше платили зарплату врачу только до тех пор, пока император не болел. Когда император заболевал, зарплату врача убирали. И все это, конечно, и относится к биологически активным добавкам, собственно говоря. И витамины откуда брали? Витамины не было такой фармакопии, как сейчас. Химическая фармакопия, это не так долго-то и существует на самом деле. А все брали от природы. Все лекарства делались из природных материалов. Химия не была тогда так развита. Это уже потом с приходом химиков стали производить какие-то препараты, выделять экстракты из тех же природных материалов, делать их более концентрированными, для того, чтобы не килограмм травы а все-таки взять определенную дозу. И, конечно, к дозированию относится гомеопатия в том числе, потому что там вообще получаются микродозы настолько, что ни глазом не увидеть, ни в микроскоп посмотреть, не различить. И хотелось бы, конечно же, на этом заострить внимание, что и сейчас биологически активные добавки, почему они являются с биологически активными добавками, пищевыми добавками, потому что они все-таки в большей степени производятся с природных материалов, в меньшей степени это химическое производство, ну или выделение экстрактов из каких-то природных растений. То есть по составу смотришь, все-таки это идет больше производства из именно натуральных компонентов. на некоторые биологически активные добавки на самом деле меньше аллергических реакций, вот например на витамины группы В химического производства очень часто встречаются аллергические реакции в виде крапивницы, отека квинки и так далее. А на те же самые витамины группы В, произведенные на экологически чистом оборудовании из экологически чистого сырья, как правило аллергических реакций нет, наоборот они даже проходят эти аллергические И, конечно, я всегда за качественные биологически активные добавки, и назначаю я их пациентам всю свою сознательную медицинскую деятельность, и бессознательную до поступления в институт, я всегда была приверженцем приема витаминов, и биологически активных добавок тогда еще как не было. Что были биологически активные добавки? Травки, которые в коробочках продавались в аптеке. Вот это и были биологически активные добавки того времени. Потому что как такового ассортимента, как сейчас, настолько выраженного не было, по крайней мере, в 80-х годах точно. Они появились уже гораздо позже. И при этом, когда к нам на рынок пришли американские производители пищевых биологически активных добавок, они, конечно, стоили недешево, эти препараты. И этих препаратов было огромное количество. Пришли первые, это Гербалайф. Насколько я помню, был очень, все с табличками ходили, хочешь похудеть, спаси меня, как и так далее. Вот. И люди, конечно, были заинтересованы, потому что аптечные препараты, это хорошие препараты, все, но в то время их тоже и на рынке представлено особо не было, и сната их была достаточно высокая. Я очень хорошо помню это время. Вот. И, ну, этот Гербалайф действительно стали навязывать так, как вот уже сказали, да, что люди, которые не разбираются в медицине, они эти препараты раздавали просто, ну, продавали, точнее, всем подряд, надо, не надо, показано, не показано. И вот этим-то они себе репутацию испортили, хотя на самом деле, ну, их препараты достаточно качественные и хорошие. Ну, и затем пошли бумы различных компаний, не буду их называть, потом стали производиться биологически активные добавки, достаточно качественные и из хорошего сырья российского производства, причем сырье было привозное, а препараты компании организовывали свои, как правило, это сетевики. Вот. Производили и поставляли эти на рынок, эти биологически активные добавки. Конечно же, тут нужен правильный подход, качественный подход к тому, кому какую добавку назначать. То, что подходит одному человеку, может не подходить совершенно другому. И напихивать в человека, как Павел правильно сказал, что огромное количество ведро этих добавок совершенно ни к чему. Иногда дефициты скорректировать можно и другими способами. Но надо учесть, что и в то время не было таких методов исследования, ни на витамины невозможно было кровь сдать, мы даже об этом и понятия не имели. Это тоже так, не так давно стало появляться, да, исследование на витамины, на микроэлементы. А в то время, как бы, это было очень проблемно найти лабораторию. Сейчас с появлением таких частных лабораторий уже можно все это спокойно исследовать. Ну, я, по крайней мере, за нашу страну говорю. Вот. И, конечно же, я тоже была всегда привержена биологически активных добавок. Все дети мои выросли на биологически активных добавках и на витамины. Когда начинали мы их принимать, то дети начинали и меньше болеть. И вот у меня есть девочка, у меня под опекой находится, когда мы ее взяли просто из детского дома. У нее не росли волосы, ногти, был дефицит веса, и вот сейчас она похожа на ребенка. У нее волосики стали, как волосики, и ногти растут, и красавица, умница, и на коже нет никаких высыпаний, и зубы у нее совершенно здоровые. То есть ребенок сейчас вполне в хорошем таком состоянии находится. Вот. И, конечно, когда сейчас еще помимо того, что для здоровья биологически активные добавки можно приобретать, есть еще же маркетинговый ход, да, то есть тем, кто занимается продажей представителей, им нужно, чем больше ты продашь добавок, да, им они же не думают о том, что нужно этот человеку или не нужно, они вот продали тебе и все. А люди, конечно, они думают, ну вот, это же классная программа, и не все еще в тот момент, так что не все хотят обращаться именно к врачам, потому что думают, что врачей их залечат, мы будем доверять там, я не знаю, этому диспетру, он больше знает, он там ходит на конференции, слушает нутрициологов, ну, может быть, даже врачебных нутрициологов или нутрициологов с курсами трехмесячными, да, которые рекомендуют, говорят, что принимать, и он не идет к врачу, он считает, что он вылечится сам, а на самом деле, возможно, ему эта биологическая добавка, это все не показано. Еще огромный ассортимент биологически активных добавок представлен все-таки в спортивном питании, и это тоже надо учитывать, потому что спортсмены, которые, послушав других таких же спортсменов, либо посмотрев блогера спортсменов, они тоже бездумно начинают есть тот же белок, они не понимают, что того же белка 100 грамм в сутки больше он не усвоится, да, допустим, они начинают те же витамины и те же ВЦА употреблять в огромных количествах бездумно, хотя там написано, да, сколько нужно, но нужно ли ему в таком количестве, возможно, ему не нужно это совершенно. И к чему это приводит? Как правило, у спортсменов повышается холестерин, как правило, страдает печень, вот как Павел сказал, гипотолог, гипотологу на трансплантацию печени, и на самом деле такие пациенты приходят. Я так как работаю с пациентами по хронической усталости, головными болями, они с паническими атаками, ко мне приходят такие пациенты, у них на самом деле, вот часто, кстати, спортсмены приходят, потому что у них на кроне всего вот этого развивается хронический гипотоз, который приводит уже к состоянию хронической усталости, и у них, когда они перестают заниматься так активно спортом, возникает ожирение, то есть замещение мышечной массы жировой, и в жиру, как известно, накапливаются различные токсины, а печень уже в жировом гипотозе не справляется, и вот эта интоксикация вызывает и головные боли, она вызывает и у них вот этот синдром хронической усталости, и спрашивает, сколько ты всего этого съел, а у меня, говорят, эти панки там вот стоят, огромные вот эти, не маленькие, а огромные вот эти панки. Мама, когда ты придешь? Иди, иди, моя дорогая, я приду, иди, когда ты придешь. Вот, и, конечно, у них проблемы даже, несмотря на то, что он вроде бы здоровый и спортсмен. Нередко, как вот говорила Ольга, встречаются пациенты с паническими атаками и с выраженнейшими нарушениями по витамину D, то есть приходят они, паническая атака, берешь даже тот же витамин D, он 3, 4, 5, 6 в крови, и это не редкость, причем с этим приходят молодые люди, мужчины, да, и мужчины такие, 29-30 лет тоже спортсмены, такая вот у меня закономерность я так выявляла. И что хочу сказать, наша нервная система, она реагирует на любой дефицит, она всегда будет реагировать на все. Тут же будет и слабость, тут же будет и головная боль, и при всех дефицитных состояниях практически она реагирует. Приходит с головной болью, я говорю, давай помиленьки посмотрим, в голове ничего нет, как правило, остеохондроз там шейный, вот такой вот гульки нос, есть напряжение в мышцах, понятно, значит там дефицит магния будет, допустим, да, есть выводение волос, при этом еще при всем часто бывает на нарушение составной кожи, кожных покровов, там уже точно ищет дефицит витаминов группы В, они тоже на все сказываются, не только на нервную систему. Ну и там дальше уже пошел железо, там тоже дефицитные состояния, как правило, встречаются, а синдром хронической усталости у женщин-молодых с проблемами с железом, это вообще, вот бабки не ходи, голова кружится, слабая, делать ничего не могу, лежу, голова болит, ноги ломит по ночам, все, 100% пищи железа, что его нет, не найдешь. И понятное дело, что с такими пациентами нужно работать интегративно, как сказала Вероника, и интегративный подход, потому что лечить просто, вот назначая нестероидные противовоспалительные препараты при болях в шейном отделе, в спине, в ясничных болях не всегда оправдано далеко, потому что там не воспаление, а там эти боли возникают, возможно, из-за каких-то проблем, например, даже из-за дефицита магния. Назначаешь пациенту магния в нормальной дозе, у него куда эти боли уходят в спине, и мышцы расслабляются, и спазмы, и зажимы, и все на свете. Вот, и тут совершенно не показаны эти назначения нестероидных воспалительных препаратов, потому как такового субстрата воспаления нет. Витамины группы В тоже очень, как я, как невролог, их обожаю и люблю, и у меня есть свои любимые витамины, которые я назначаю пациентам. Они через рот принимаются, они через ягодичную мышцу, вот. И, конечно же... Коллеги, что все говорят? И ходят, и ходят. Вот, и, конечно же, это все... Нужно понимать и правильно назначать эти все вады и витамины, и с умом подходить, как Ольга вначале говорила. Да, назначать, принимать, но с умом, и каждому индивидуальный подход иметь. Маргарита, спасибо большое. Действительно, очень действенные рекомендации. И здесь, опять же, проблема в том, что занимаются самоназначениями. А с чего мы начали? Да, что они комплексно подходят, а сами себе назначают. Анна, Анна, у нас офтальмолог. Вот, хотелось к вам обратиться с таким вопросом. Достаточно давно, да, все наверняка знают, был такой препарат, я думаю, он до сих пор остался, черника форта, да. И это сразу, говорю, дорогие зрители, не реклама, а мне просто действительно интересно узнать мнение врача-офтальмолога на данную тему. Потому что, мне кажется, там столько было рекламы, что вот ты хочешь, чтобы твое зрение было хорошее, пей вот эти витамины, да, там черника, ну, разных компаний, но смысл вот один и тот же, что все с черникой связано. И я даже помню, там, как моя мама, бабушка ходили в аптеку за этими витаминами, чтобы у ребеночка было хорошее зрение. Вот вы как к этому относитесь в целом? Действительно ли есть витамины, которые укрепляют, ну, там, глаза, да, глазное дно, зрение вообще? Используете ли вы в практике? Ну, и в целом ваше отношение к БАДам? Да, именно с этого я и хотела начать. Почему-то все считают, что ешь чернику, морковку, и ты будешь вообще как горный орел видеть. На самом деле уже проведено много исследований, в которых доказано, что черника вообще никоим образом не влияет на остроту зрения. Возможно, она каким-то образом помогает периферическому отделу сетчатки, не центральной зоне, отвечать за какие-то периферические улучшения. Ну, это поля зрения, да. Но на самом деле, сколько нужно съесть этой бедной черники, это полтора килограмма в день, и представьте, что будет с вашим кишечником, да. И как бы если действительно при препарате есть черника, то этот препарат будет обладать послабляющим действием. Морковка точно так же, но вообще никоим образом не влияет на остроту зрения. Сейчас доказано, и мы назначаем, проведено много мультицентровых исследований, слепых, двойных, разнообразных. И доказано, что воздействует на макулу, на то место, которое мы видим, это центральная зона сетчатки, лютеин и зексантин. Это те вещества, которые содержатся в бархатцах, содержатся в рыжих и оранжевых овощах. В основном это болгарский перец, тыква, но в основном это бархатцы. Я, например, как офтальмолог всегда отношусь к пациенту не как к офтальмологическому пациенту, а как к человеку, который имеет разнообразные заболевания сопутствующие. И никогда не рассматриваю пациента только как проблему его зрения. Я сегодня записалась на этот подкаст и очень хотела на нем присутствовать, потому что, знаете, очень трепетно отношусь к БАДам, к биологически активным добавкам, к нутрицентам и к микроэлементам. Я довольно много проходила обучений у докторов, которые занимаются суплементами, нутрицентами. И я хочу сказать, что это действительно все работает. Можно верить в это, можно не верить. Как уже Павел говорил сегодня, сегодня есть док-мед и есть интегративная медицина. Вот я, например, считаю, что мы в первую очередь должны понимать, что такое наш пациент, какие у него есть проблемы, и мы должны решать его проблемы, потому что это связано не только с органом зрения. Например, у меня есть несколько клинических примеров, может быть, вам будет интересно на клинических примерах разобрать пользу биологически активных добавок. Где-то полгода тому назад ко мне обратился молодой человек, его отправила ко мне, кстати, к астронтерологу, с подозрением на болезнь в Бильсона-Коновалова. Это отложение меди со стороны астрономологии на радужке. Мы его обследовали. Я хочу сказать, что это нечастое заболевание. В моей практике я встречалась с этим впервые. И, кстати говоря, мои коллеги, с которыми я училась, которые имеют ученые степени и которые работают на кафедрах, тоже, в принципе, с этим довольно редко сталкиваются. И наш доктор-гастронтеролог отправила, она лично подошла, попросила, чтобы молодого человека посмотрели. Да, мы посмотрели, мы выявили у него вот это вот кольцо вокруг радужки, такого темно-медного цвета. Вы знаете, было довольно забавно, когда в конце приема молодой человек сказал, да, вы все-таки считаете, что у меня это болезнь? Я говорю, да, я все-таки считаю. И он мне говорит, вы знаете, мой дядя занимается БАДами. Я себя не очень хорошо чувствовала, он мне порекомендовал принимать добавку с медью. Вы представляете, как интересно вообще, вот у него и так переизбыток, эта медь у него не перерабатывается в организме, а его дядя, не имея медицинского образования, занимаясь БАДами, порекомендовал ему дополнительно принимать медь. Да, интересная такая ситуация. И многие профессора нашего города осматривали пациента, выставляли ему диагноз цирроз печени, а на самом деле была совершенно другая история молодого человека, да. Это к вопросу о том, что у нас, закончив какие-то курсы двух-трехмесячные, люди почему-то считают, что они имеют право назначать биологически активные добавки. Вы знаете, моя знакомая, которая работает косметологом, она имеет образование врач-педиатр и очень грамотная женщина. Она заканчивала наш педиатрический институт, и она постарше меня, ей около 60 лет. Она сейчас преподает в академии, где обучают нутрициологии. И она рассказывает о том, что очень много людей приходит обучаться на нутрициологию. Я ее спросила, а кто в основном приходит обучаться? И вот врачей там 2-3 человека. Из потоков 100 человек в основном это люди, которые вообще не имеют медицинского образования. Мне становится страшно от этого, потому что вот именно такие моменты и возникают, когда человек не понимает, что такое организм человека, что такое биохимические процессы, что такое вообще взаимодействие разных систем в организме. И вот так вот и получается, что пациенту с болезнью Вильсона-Конавалова в довольно редкое состояние назначают дополнительно медь дядя родной. Это первый момент. Второй клинический случай, о котором я хотела рассказать. пациент обратился на прием с жалобами. Это молодая пациентка, молодая девушка, с жалобами на зрительный шум. Есть такой диагноз, когда пациент чувствует малейшие пиксели, то есть у нее все время рябит перед взором. Вот такое ощущение, что вроде бы и зрение, хорошее зрение единица, все глазное дно в порядке, оптические среды прозрачные, молодая девушка. И вот постоянно присутствует какой-то зрительный шум, то есть девушка это чувствует. Да, у нее были небольшие проблемы с сосудами, но по факту ничего такого критичного с точки зрения анатомии не было. В анализах низкий ферритин, низкий гемоглобин, низкое железо. О чем мы можем подумать? О том, что у девушки есть аномия, и это тоже может так себя проявлять. И поэтому, когда я работаю, я никогда просто глаза не лечу. И я благодарна моим учителям, у которых я училась в нутрициологии, потому что я понимаю, какие анализы я должна назначить для того, чтобы помочь человеку. Потому что с точки зрения офтальмологии у нее более или менее все прилично. Конечно, я все назначаю, МРТ, ИФИ, потому что я понимаю, что это могут быть разнообразные заболевания. Это может быть проблема головного мозга, где происходит синтез информации, которую мы получаем от правого и левого глаза. Я понимаю, что это могут быть какие-то тяжелые сосудистые аномалии развития. Но отвергнув все вот эти моменты, назначив параллельно анализы, я понимаю, что здесь нужно лечить дефициты. И также у девушки очень низкий витамин D. Сейчас я слышу и читаю в СМИ и в литературе, что начинают отвергать вот эту вот историю по поводу низкого витамина D, что это сейчас все неактуально, что это все неинтересно и не важно. На самом деле есть клинические рекомендации по лечению детей, подростков. И мы все хорошо понимаем, что мы все находимся в дефицитах. Я занимаюсь аутоиммунными заболеваниями, в том числе диагностирую аутоиммунные заболевания по изменению переднего отрезка глазного яблока. Как обучали мои учителя, у таких пациентов с аутоиммунным заболеванием витамин D должен быть не менее 60, 70, а то и 80 такие показатели. Когда я вижу пациентов с витамином D 10-12, я понимаю, что здесь, конечно, многие процессы в организме происходят неправильно. И пограничные цифры 10-12 это практически депрессия у человека. И в последнее время у меня на приемах довольно часто есть молодые девушки. Вот такая закономерность, может быть, неврологи откомментируют, кстати говоря, эту ситуацию. Наблюдаем снижение зрения, слабость, вялость, апатия, антидепрессанты, которые сейчас назначаются довольно широко и практически беспрепятственно, анемия и проблемы по гинекологии. Либо это эндометриоз, либо это какие-то кисты. И вот эти такие комбинированные ситуации, низкий витамин D, низкий ферритин, анемия, антидепрессанты и гормональные препараты. Такая ситуация тоже довольно частая. Как вот таких девушек лечить? Конечно, я не могу лечить только глаза. Поэтому всегда в своей практике я использую витамины, микроэлементы. В частности, для сетчатки мы всегда назначаем препараты, которые содержат лютеин, зексантин. Даже если нет значимых изменений на ОКТ, это оптическая когерентная томография, которую мы назначаем практически каждому человеку, на ней мы выявляем, есть ли изменения, есть ли отложение холестерина в этой зоне, есть ли какие-то отеки, либо какие-то истончения, либо наоборот утолщение этого слоя. Тем не менее, даже как бы человеку с нормальным ОКТ, с нормальной остротой зрения, которые имеют повышенную зрительную нагрузку, я всегда назначаю эти препараты, потому что фоторецепторы, они не бесконечны, их надо защищать. Помимо того, что мы назначаем вот эти препараты, обязательно рекомендуем защиту от солнечного света. Сейчас у нас вот в Санкт-Петербурге жара, солнышко, и я обращаю внимание на то, что многие люди ходят без солнцезащитных очков. Это такое нехорошее отношение к своему зрению, к своему здоровью, потому что фоторецепторы страдают, они разрушаются от того, что на них попадает такой яркий свет, и хрусталик от этого тоже постепенно мутнеет. И на что еще хотела обратить внимание, что сейчас, я не знаю, как у вас, коллеги, у нас очень много пациентов, которые находятся в депрессии либо в агрессии. Все это понятно, сейчас не самые лучшие времена, потому что дефицит кадров есть, очень тяжело к специалистам попасть. Я работаю в городской поликлинике, и мы, конечно, с этим сталкиваемся ежедневно. Поэтому в моей практике довольно часто я использую магний, и довольно часто я использую 5-HTP. Это триптофан. Назначаю своим пациентам. Довольно часто назначаю кровь на витамин D, потому что, на мой взгляд, это важно. Когда есть дефициты витаминов и микроэлементов, то мы имеем проблемы не только со зрением у человека, мы имеем проблемы с нервной системой, но зрение, головной мозг, нервной системой, это все взаимосвязано. Поэтому я никогда не отношусь к своему пациенту, как только к офтальмологическому пациенту. Иногда пациенты начинают обижаться, что им очень много анализов назначают, что они не хотят это все выполнять. Складывается впечатление, что самое важное – это подобрать очки, которые они потом и не выкупают, кстати говоря. Здесь такая комплексная проблема, которая действительно требует какого-то системного подхода, потому что нельзя просто лечить глаза, нельзя просто лечить желудок, нельзя просто лечить нервную систему, надо лечить человека в целом. И если мы упускаем тот факт, что перед нами организм, который имеет определенные заболевания и зрение, это может быть проявлением просто каких-то соматических изменений. Допустим, очень часто пациенты жалуются, что у них и чешутся глаза, либо веки. Но при осмотре абсолютно спокойная кожа и век, абсолютно спокойные глаза. О чем это говорит? Это говорит о том, что у пациента есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, неправильный отток желчи за мусоренность желудочно-кишечного тракта, потому что что мы кушаем, как мы кушаем, непонятно. Это запоры хронические, о которых пациенты стесняются сказать. Это то, что наши пациенты не пьют воду. Это то, что организм человека закислен. И распоить, размочить организм для того, чтобы все эти шлаки выводились через кожу, через кишечник, через почки, это тоже очень большая работа. Но, к сожалению, на приеме в поликлинике, когда у тебя 15 минут на человека, ты не всегда можешь это рассказать, объяснить. И поэтому, конечно, здорово, что мы имеем возможность вот в этих подкастах рассказать людям, обратить на это внимание, что все-таки и воду надо пить, и микроэлементы нужно принимать, и питаться нужно правильно, не исключать белковые продукты. Очень многие, кстати говоря, тоже люди слушают нутрициологов, таких вот после трехмесячных курсов, которым рассказывают, рассказывают, что мясо – это зло, там рыбы – это зло, это не ешьте, это не ешьте. Но, к сожалению, это большая печаль, что появилось так много специалистов, которые не имеют медицинского образования и рекомендуют пациентам какие-то диеты либо какие-то биологически активные добавки. И хочется сказать, что все-таки нутрициология – это здорово, микроэлементы, биоактивные добавки – это хорошо, но все это должно назначено быть специалистом, который в этом разбирается. Он не только специалист в своей области, но он должен понимать, что где в организме человека не хватает, назначить дополнительные исследования, назначить анализы для того, чтобы откорректировать вот эти все дефициты. И поэтому призываю, пожалуйста, обращайтесь к докторам, которые обладают этими знаниями. Ничего не могу сказать про вот таких вот нутрицептиков. Один раз тоже столкнулась. Интересная такая дама. Занимается нутрициологией и занимается диетами. Просто наткнулась совершенно случайно ВКонтакте и задала вопрос, а кто вы по образованию? И получила в свой адрес такой негатив. Просто даже интересно, почему так? Человек так отставил свои личные границы, не имея медицинского образования. И, в принципе, меня это удивляет. И люди подписываются, читают, обращают внимание, выполняют рекомендации. И вот я как раз за то, чтобы мы чаще выходили в эфир, чаще рассказывали, чаще говорили о том, что все-таки все это здорово, все замечательно. Но прежде всего, те люди, которые занимаются здоровьем человека, его весом, его дефицитами, они должны иметь медицинское образование. Коллеги, вы все говорите о тех биологических недобавках, которые входят в круг назначения любого врача. То есть витамины, пробиотики, ансианалитики, адаптогены. Это все понятно. То есть здесь вопросов нет. Здесь все работает. Но существует огромное количество активных добавок, которые вообще не работают. Они даже никак не будут реагировать. Ну, немножко про себя добавлю. То есть ко мне часто спрашивают, вот так спрашивают, что попить для печени? Либо для профилактики, там, решили отдохнуть перед выходными или после выходных, либо есть проблемы в печени, какие БАДы или пищевые добавки, или какие продукты поесть для печени, чтобы о ней восстановить? Ответ есть на этот вопрос. Недавно было проведено масштабное исследование у наших западных партнеров. Они выбрали 40 самых популярных пищевых добавок и БАДов для лечения печени, то есть или профилактики. То есть самые популярные, с оборотом больше 2 миллиардов долларов в год. То есть именно для профилактики и лечения печени. Так вот, в 100% случаев никакого эффекта на печень они не оказывали. А в 3% случаев они вызывали рак печени. Поэтому вот так, господа, что на данный момент для печени биологических добавок, пищевых добавок не существует. А те, что есть, они могут вызвать рак. Поэтому вот он немножко лужский друктер для тех, кто хочет подлечить печень. Да, Павел, спасибо большое. Еще, знаете, что хотелось добавить? Что во многих добавках содержится большое количество тяжелых металлов. Вот здесь, наверное, вы меня поддержите. Да, какой этот риск. Вот в России очень, на территории Российской Федерации очень много таких добавок, и, допустим, которые содержат тяжелые металлы. И уже эти добавки, да, с содержанием тяжелых металлов запрещены в Европе, в Америке и в других странах. То есть тоже целая проблема, как они сказываются на здоровье печени. Особенно, да, печени, почек. Особенно, если вы принимаете там горстями. У меня буквально, наверное, лет, ну, достаточно много, 4 или 5 лет назад, вот здесь присоединяюсь к Анне, интервью брал РЕН-ТВ или какой-то канал достаточно крупный по поводу того, как вы относитесь, что беременные женщины принимают большое количество витаминно-минеральных добавок, разных, опять же. И одна из блогеров, которая не имеет медицинского образования, рекомендовала девушкам, которые планируют беременность, и беременным принимать чуть ли не по 20, коллеги, по 20 капсул в день. Что там было, я вам на сегодняшний день сказать не могу, но они прямо пили горстями. И эта проблема, вот я уже говорю, наверное, годов еще, там с 17-х, 18-х, 19-х стоит очень остро. Поэтому, коллеги, у меня к вам такой вопрос. Все-таки наши зрители часто интересуются, что теперь сразу же, вот, идти к врачу и сдавать анализы на, там, витаминно-минеральные дисбалансы, для того, чтобы тот или иной препарат начинать пить. Это же очень дорого. Или все-таки есть, там, та группа препаратов, которые я могу сходить и купить? Вот, кто хочет ответить на этот вопрос? Ну, так давайте я отвечу. Ну, со стороны гастроэнтерологии я отвечу, а остальные тогда, как вот, откажут, как бы со своей. То есть, ну, смотрите, я вообще не назначаю анализы на витамины и минералы, ну, если это не необходимо. На все витамины это очень дорого и довольно глупо, потому что, как вам сказала в начале Ольга, что мы даже по внешнему виду можем примерно понять, какой дефицит у человека. Ну, я ни разу не видел человека, там, допустим, с сетаминами группы, там, дефицитом, как она, ПП, да, там, Пелагра, да, это вот никотиновая кислота, ну, никотиновая кислота, ни разу не видел. Ни разу не видел человека с дефицитом селена. Ну, просто никогда не видел даже, я даже не представляю, как выглядит человек с дефицитом селена. То есть, зачем сдавать на селен? Магний, ну, магний – это внутриклеточный ион, насколько я знаю, сейчас его можно выявить в крови, но это все-таки внутриклеточный ион, а померить внутриклетки ионы мы не можем. Опять же, наш уровень медицины, ну, не космос, да, это во всем мире так. что можно попить? Ну, как гастролог я назначаю оболочку семян подорожника овального, то есть, тот же псиллиум. Если есть небольшие запоры, нарушения стула, и это не сразу возникло, то, пожалуйста, вот можно пищевую добавку. Если, если вы даже не, можно понять, если вы не едите 400 грамм овощей и фруктов, то там, профилактических дозах немножко можно пить. Самая хорошая пищевая добавка из пробиотиков это кисломолочные продукты, кефир, йогурты. Не надо тратить огромные деньги на самые новые, новомодные пробиотики. Вот, кефир, йогурты, даже сейчас вышли новые рекомендации, там добавили, не буду говорить фирму, клинические рекомендации добавили, вот, если вот состав загуглить, то выйдет вот именно в это вот торговое наименование кефира вот именно в магазине. Ну, это вот, кому интересно, посмотрите рекомендации по запору, было очень интересно это смотреть. Так, ну, как обычно, я говорю, я зимой принимаю поливитамины, как их пишут, один месяц, одна таблетка, один месяц. Или, допустим, когда заболел, то есть, когда болею, и еще три недели после болезни, ОРВИ, тоже принимаю поливитамины. Витамин D, ну, витамин D я живу в регионе, где очень мало солнца, и поэтому очень часто я рекомендую принимать его с ноября по май, там, в профилактических дозах, сейчас это, ну, ну, это маленькие, там, одна-две капли, да, то есть, в каплях. Все остальное, то есть, все остальное, то есть, если это, тут уже нужно смотреть, что вы конкретно хотите, какой результат хотите получить. Просто так попить для чего-то, ну, попробуйте, но опять же, с оглядкой на печень. Ну, если это витамины для печени, то сразу говорю, это не работает, то есть, просто не работает, даже не пытайтесь. Для жутки кишечника может сработать, то есть, ну, иногда, я часто гастрологи при заболеваниях кишечника назначают инулин, то есть, такая пищевая добавка инулин нормальная, то есть, в принципе, дополнительный источник клетчатки, но это фудмап-компонент, он может вызов больше животе, поэтому с любыми пищевыми добавками желательно быть осторожней. Ну, и можно я тоже добавлю. Конечно же, не нужно сдавать миллион анализов, просто вот для того, чтобы понять, какие у вас дефициты. Если врач смотрит, и он по клинике может определить, что у пациента есть дефицит тот или иной, и он уже прицельно может направить на определенный анализ, конечно же, любой врач, он все равно, как бы то ни было, не будет назначать миллион анализов, но хотя есть и такие, специалисты, которые приходят сразу на тебе, вот такой список, мне надо, чтобы я все видел, все знал. Ну, смотря какой пациент, иногда и пациенту такому стоит все-таки провести такой чекап, чтобы он уже видел, вот какой умный врач, назначил мне миллион анализов, теперь я понимаю, что у меня не так. Но все-таки, если у врача есть клиническое мышление, клинический опыт, он всегда ориентируется в первую очередь на это. И понимание того, если мы работаем в каком-то действительно регионе, как сказал Павел, мы понимаем, какие дефициты, скорее всего, будут складываться у того или иного пациента. Не надо всем огульно, допустим, назначать йод и думать, что у него дефицит йода, если в этом ареале проживания нет вообще йода дефицитных состояний, например, к тому же. Вероника. Вероника. Не включили микрофончик. Я хочу добавить, как врач-остеопат и невролог к всему вышесказанному, что всегда мы с точки зрения подходим, что организм единая система. И я солидарна с докторами, что имея клиническое мышление, опыт, можно дифференцированно назначить те или иные группы препаратов. Но все-таки подчеркну, что важно периодически мониторить, как автомобиль, проводить техобслуживание организма и смотреть, как минимум весной и осенью сдавать такие показатели, как витамины группы В, витамин Д, витамин К, витамин С, магний, потому что они одни из ключевых. Я не хочу никого обидеть, но тем не менее в большинстве своем это одни из важных групп витаминов. Я сама регулярно потребляю витамины. Считаю, что монотерапия всегда более эффективна, нежели комплексной мельгамы. Не всегда эффективна, если назначить отдельно витамин В6 либо В12 в лечении неврологических состояний или кардиологических в том числе. Поэтому я подчеркиваю, что как техобслуживание автомобиля поддерживается дважды в год, обязательно относиться бережно, профилактически к своему организму и наблюдаться у доверенного специалиста врача с медицинским образованием и обсуждать те или иные состояния, жалобы, проводить диагностику, осмотр, исходя из потребностей. Потому что у всех запрос разный, я всегда спрашиваю, вам лишь бы не болело, либо же мы идем в глубину и разбираемся с причинами. То есть есть терапия симптоматическая, есть терапия, которая направлена на ликвидацию очага проблемы. Поэтому я за то, чтобы был комплексный подход и баланс во всем. Потому что, опять же, если сравнивать организм человека с автомобилем, то можно весь ресурс его исчерпать, нестись на скорости, не ездить на техобслуживании и рано или поздно случится поломка на дороге и внезапный самый момент. Так же и с организмом. Но можно прожить спокойно, дозированно, распределяя все резервы организма и наперед, если ты предупрежден, значит, ты вооружен. Зная, какие критерии нужно отслеживать и корректировать, можно прожить долгую, счастливую, активную, красивую жизнь. коллеги, да, спасибо, очень много ответов на вопросы наших зрителей, я думаю, сегодня сложилось. Ну и в конце подкаста хотелось бы от каждого из вас услышать две-три рекомендации для наших зрителей, что бы вы им пожелали и порекомендовали. Кто начнет? Я могу начать. Отлично. Я желаю сохранять здоровье, здоровье, я считаю, это спокойствие, равновесие, баланс, во всем должна быть умеренность и даже в умеренности, то есть нужно все чувствовать и примерять к своему организму, потому что рекомендации для одного человека, они не всегда актуальны для другого человека, помнить о том, что мы все индивидуальны и все факторы, которые нас окружают, то, как мы живем и то, как мы думаем, оно тоже сказывается на биохимических процессах в нашем организме, поэтому я желаю всем нам, людям, врачам и нашим любимым пациентам, которые к нам обращаются, помнить о том, что организм это единая структура, и если даже повышается давление, это не всегда говорит о том, что нужно принимать срочно гипотензивный препарат, это сигнал в организме о том, что какая-то проблема, нужно исследовать, поэтому важно не пренапрегать этому и не просто купировать состояние, а разбираться в этих вопросах. И всегда нужно находить своего специалиста, потому что иногда бывает так, что люди, пациенты иногда теряют веру в специалистов и обращаясь к одному, говорят, это все не работает, это все фигня, не идут к другому. Я всегда за то, чтобы сходить к нескольким докторам, специалистам, послушать мнение, примерить на себя рекомендации доктора, это вот так же, как некоторые любят пады нутриенты, некоторые не любят, и посмотреть, что будет работать именно для вас, для вашего организма, с чем вы солидарны, на что вы готовы сдавать анализы, не сдавать, диету применять, не применять, поэтому я желаю интуитивного, интегративного, персонального подхода к каждому человеку. Будьте здоровы! Да, вот Ольга часто говорила о том, что люди сами себе назначают какие-то препараты, какие-то пищевые добавки, они не от хорошей жизни сами себе назначают, а потому что они могут найти врача, который еще и в этом разбирается. То есть, идешь в поликлинику, есть два вида, как сказал, док-мед и интегративный. Либо вам назначат только препараты, ничего лишнего, либо назначат только БАДы и без препаратов. Так вот, на этом подкасте я увидел людей, которые и знают и то, и другое, и могут применить и одно, и третье, и разбираются, что есть благо, а что есть зло. Поэтому, пожалуйста, вы видите тех людей, которые все-таки дружат с головой, да, то есть, и не возводят все в абсолют, то есть, нельзя все возводить в абсолют. ну, а если у вас есть проблемы с пищеварением, неизлечимый гастрит, калит, и вы не можете найти гастроэнферолога, то, пожалуйста, записывайтесь на консультацию, особенно, если еда у вас вызывает какой-то дискомфорт, потому что еда нам нужна для того, чтобы получать удовольствие и энергию изменили, для активной жизни, а если еда, даже мясо, вдруг, по какой-то причине вызывает у вас странные явления, ну, вздутие, газообразование, диарея или запор, то, пожалуйста, записывайтесь на консультацию, я работаю с функциональными расстройствами, и, в принципе, довольно успешно, посмотрите кейсы, все очень хорошо, поэтому записывайтесь на консультацию и будьте здоровы. Я бы хотела сказать, тоже, по типу, Павел, вас беспокоят беспричинные головные боли, у вас все прекрасно в голове, на МРТ, у вас нет такого прям махрового шейного остеохондроза, и вы не можете понять причину головных болей, ходите кругами по врачам, да, пьете биологически активные добавки, заедаете это все антидепрессантами, а толку нет, у вас есть хроническая усталость, милости прошу, пожалуйста, можете записываться ко мне на консультацию, я как раз занимаюсь такими сложными случаями, антидепрессантами я не лечу, я наоборот, не убираю, назначаю, если я их в очень только крайних случаях, и, конечно же, помогаю своим пациентам избавиться от головных болей, от хронической усталости, путем такого интегративного комплексного подхода, на самом деле неврологов интегративных не очень много, я вот Веронику встретила, еще парочку знаю, больше, больше, пожалуй, и нет, везде стандартные подходы к лечению, конечно, стандарты мы должны придерживаться в нашей практике, но не всегда, есть отклонения от стандартов, каждый человек, он имеет отклонения от стандартов, и подходить к лечению пациентов нужно дифференцированно и выборочно, поэтому, пожалуйста, записывайтесь, здесь собрались все не только успешные, но и умные врачи, вот, и всегда, которые готовы прийти на помощь, и помочь вам в различных ситуациях, разобраться в вашем здоровье, поправить ту или иную систему или орган, или органную систему, привести в порядок ваш организм, понять действительную причину вашего недуга, вашего плохого самочувствия, и, соответственно, помочь вам всем, чем мы можем, умеем и действительно помогаем. Я хотела все-таки призвать каждого из смотрящего этого видео, пожалуйста, начните с чекапа. Я, как врач амбулаторного звена, вижу, к сожалению, как относятся к своему здоровью наши пациенты. Есть прекрасная возможность проходить диспансеризацию, туда входит клинический анализ крови, анализ мочи, маммография, флюорография, измерение пригласного давления, если есть показания УЗИ, кал на скрытую кровь для исключения колоректального рака. Друзья мои, это потрясающая вещь, бесплатная медицина, пройдя диспансеризацию, вы можете уже что-то понять о состоянии своего здоровья. Начните хотя бы с этого. Если будут какие-то отклонения в ваших анализах, вас направят дальше на обследование. Хочу сказать, что внутриглазное давление повышенное диагностируется у очень многих людей. Мы выявили глоукому на профилактическом осмотре, но каждый год выявляем не менее 30-40 человек. Задумайтесь, и это очень важно. если не лечить, можно потерять зрение. Я призываю вас забыть эту мантру, что к врачу никуда не попасть. Запомните и примите себя как взрослого человека, не как дитя, с которым должны все бегать и суетиться. Вы взрослый человек. Ваше здоровье это ваш храм. Доктор любой специальности это проводник ваше здоровье. Не верите одному доктору, запишитесь к другому. Не бросайте свое тело на произвол судьбы. Это ваше здоровье. И от того, как вы будете заботиться о своем храме, здоровье, зависит ваша жизнь. Вы будете счастливы, здоровы, либо вы будете постоянно в каких-то болячках. Запомните это. Ваше здоровье это ваша мера ответственности. Приходите на приемы, приходите на организацию, приходите вовремя, не надо бояться. Вот вдруг у меня что-то найдут. Да, вдруг что-то нашли. Хорошо, что вовремя. Мы можем помочь, мы можем отрегулировать ваши проблемы, ваши дефициты. Пожалуйста, обращайте на себя внимание. Даже в крупных городах люди годами, десятилетиями не приходят на профилактический осмотр и просто на осмотр к доктору. Уверяю вас, наша медицина в нашей стране, она великолепна. В других странах запись к узкому специалисту от 3 до 6 месяцев. И там вы никуда не сможете пожаловаться, ни в какую страховую компанию, что, к сожалению, довольно часто бывает у нас. Два дня жду записи к узкому специалисту и уже накатал жалобы во все инстанции. Вот берегите себя, занимайтесь своим здоровьем вовремя. Все нужно делать своевременно. Чекапы нужно проходить ежегодно. Если вы это будете делать, то никакие жалобы в страховую компанию вам не понадобятся. Просто делайте все вовремя. Не ждите до пятницы, не ждите перед праздниками, не ждите перед выходными. Делайте, пожалуйста, все вовремя. Берегите себя и своих близких, потому что когда вы болеете, страдаете не только вы, но и ваши близкие. Спасибо, коллеги, большое. Действительно очень хорошие, такие добрые рекомендации от вас сегодня. Дорогие зрители, от себя хотелось бы пожелать вам огромного здоровья. Все таки нужно обращаться к врачам, да, для того, чтобы были назначены те или иные препараты. Единственное исключение здесь, вот Павел уже сказал, да, добавка Павла Дементьева от запоров, от поносов, от проблем желудочно-кишечного тракта. Я не гастроэнтеролог, но пробовала действительно очень хороший препарат, можно так сказать, который улучшает пищеварение и восстанавливает кишечную микрофлору, если я все правильно Вайл сказала. Соответственно, рекомендую. Также мужская мощь для мужчин, комплексный препарат, который не содержит тяжелых металлов, красителей и ароматизаторов, поможет мужчинам восстановить здоровье. Ссылка будет в описании под этим видео. Сегодня вы видели потрясающих врачей, которые поделились своими рекомендациями и как вы уже сегодня сами увидели и услышали, каждый врач является абсолютным профессионалом в своей области, поэтому если у вас есть проблемы со здоровьем, если вы хотите профилактировать развитие тех или иных серьезных заболеваний и их осложнений, обращайтесь вовремя за консультацией. Ссылочки на их страничке будут в описании под этим видео, обязательно пишите и вовремя получите квалифицированную медицинскую помощь. Коллеги, всем огромное спасибо, дорогие зрители, всем спасибо, что дослушали нас до конца и до новых встреч. Пока-пока. субтитры